Заказал у фрилансера монтаж и в конце моего видео он поставил ссылку на себя. А я не хочу никого рекламить в своих видео. Так было у меня и так есть у меня. Очень часто фрилансеры, монтажеры, менеджеры, проектировщики, очень часто договариваются с вами о какой-то работе с одним условием, что эта работа будет в качестве портфолио. И, теперь внимание, чтобы не бегать и не доказывать, что эта работа сделана вами, ну почему, потому что, вот как это бывает у меня, мы делали канал, мы делали сайт, канал на ютубе, делали там группу вконтакте, группу в фейсбуке, да, а потом человек просто пришел и убрал ссылки на нас. И когда мы это показываем как портфолио, он говорит, я, то есть, к своему другому клиенту, а где там ссылка на ваш, ну, что вы там работали, да, то есть, где подтверждение того, потому что я писал владельцу, он молчит. И, конечно, зачем там кому-то рекламировать вас, потому что вы же работу сделали. Так вот, если вы договорились со своим исполнителем о том, что в видео на вашем сайте, на вашем канале, в ваших группах будет присутствовать ссылка на него, то, теперь внимание, по договору, по закону вы должны ставить ссылку на его, ну, на этого исполнителя, как на автора, как на соавтора по договору. Причем, если его материалы используются в ваших видео, то вы ставите не только на своем канале, а и под каждым видео. Это как авторское право. То есть, если вы берете фотографию с фотостока и размещаете его у себя в статье, то вы обязаны поставить ссылку на автора этой фотографии. И хорошо было бы, если бы вы на своем сайте поставили ссылку на то, что вы фото берете у такого-то автора, либо на таком-то стоке. Это нормальная практика. И ничего плохого в этом я не вижу. Другое дело, когда вы в договоре прописали, очень часто у нас в договоре присутствует, что в стоимости заключена пятидесятипроцентная скидка. И, если автор убирает эту ссылку, прямую ссылку на нас, в тех местах, где мы с ним работали, то мы вправе потребовать у него возмещения, а именно, чтобы он вернул нам пятьдесят процентов, которые мы оставили в качестве бонуса, в качестве скидки за то, что мы используем его как пример в своем портфолио. И эта активная ссылка должна быть там. И вот любой суд, любое сообщество подтвердит то, что если вы договорились и поставили на вас ссылку, вы на автора поставили, да, то это нормально. Если вы эту ссылку, а такое че, вот почему мы начали это прописывать договор? Потому что первые две, три недели, даже месяц это стоит. А потом приходят наши бывшие клиенты и эту ссылку якобы нечаянно, случайно убирают, там, не знаю, веб-мастера, новые там это, все такое. Поэтому у нас сейчас это прописано в договоре. Это очень важно. И мы за этим очень следим и блюдем. Потому что бас на карапутике, кончились и танцы. То же самое в вашем случае. И я думаю, как это было. Когда вы на этапе переговоров с вашим монтажером, с вашим менеджером говорили, он вам предложил условия, при котором даст вам скидку, вы на него, на это условие согласились, а теперь вы говорите, я не хочу, не хочу заплатить, я заплатил, что-то, да. То есть в любом, вот есть, допустим, фотография, либо видео-сток, есть там несколько лицензий. Есть лицензия, где вы обязаны указать его как автора, она, допустим, стоит, там, пять долларов за фотографию, да. А есть бессрочная лицензия, там, где вы не обязаны указывать его, более того, если вы заплатите ему там пятьсот долларов за эту фотографию, то он уберет ее со стока вообще. То есть вы будете эксклюзивным. Поэтому, друзья мои, если вы договорились с монтажером, с фрилансером о том, что его активная ссылка на его, на его портфолио, на его сайт будет присутствовать, и вы пытаетесь его убрать, то это нехорошо. А если вы даже об этом не говорили, и это не проговорено, то тогда я попытался полюбовно договориться, потому что всегда со всеми можно договориться. Пара-бара-бам. Субтитры сделал DimaTorzok